Она спросила, что думают о ситуации жителей района и пострадавшие из-за погромов бизнесмены. Разбитые окна и двери кафе «Девичья башня» – вот один из итогов ночных погромов в Бирюлево-Западное. По словам владельцев, несколько десятков молодых людей подошли к заведению и кирпичами выбили стекла. Причем, говорят, здесь даже стояла патрульная машина, однако они просто не успели отреагировать. Если нормально есть, то выйдет, они там организуют встречи. У нас там прямо чайный стол. Встретимся, поговорим, давайте, кто есть главный. Есть у них главный? Толпой мы тоже можем толпой. Сейчас такое время, без разрешения, организация, 800 тысяч штрафные санкции. Какой организация может такой взять на себя? Эту толпу молодых людей потом видели и на других улицах района. Они то шли мимо зданий, скандируя непонятные лозунги, то собирались около торговых центров. Наши съемочные группы, к примеру, пообещали перевернуть автомобиль, либо избить нас самих. Причем, многие находились в состоянии алкогольного опьянения. По улицам Бирюлева сейчас постоянно курсируют автомобили сотрудников полиции, ездят и народные дружинники, проверяют, все ли в порядке на улицах. Однако сказать, что стационарные посты здесь стоят на каждом перекрестке, невозможно. Причем, если раньше митингующие были различных возрастных категорий, то сегодня по улицам ходили люди только до 30 лет, так называемая молодежь. А вот до этого люди уже всех возрастных местных жителей чуть не взяли штурмом местную право. Там проходило заседание представителей префектуры, МВД, прокуратура обсуждали сложившуюся в Бирюлеву ситуацию. Однако на совещание пустили лишь несколько представителей общественности. А вот большинству пришлось ждать перед закрытыми дверями. Люди сначала простили мирно их туда пустить, однако когда получили отказ, по словам властей, помещение, где проходило это заседание, было слишком маленьким для такого большого количества людей. Люди начали скандировать лозунги и требовать пустить их внутрь. Мы хотим, чтобы они к нам вышли. И он слышит, что они нам скажут, что они вообще нам предложат о ней, понимаете? После совещания префект Южного административного округа Георгий Смолеевский устроил личную аудиенцию для каждого желающего. По итогам заседания было принято решение о создании постоянной народной дружины. В нее должны войти порядка 50 человек, которые регулярно, совместно с сотрудниками полиции, будут патрулировать улицы Бирюлева. Но вот таких мер, как, например, создание временных лагерей, как после ЧП на Матвеевском рынке, принимать не будут. Сегодня политика города – это замена полностью миграционных рабочих на наших россиян, которые приезжают из соседних регионов. И такое решение в городе принято. И с 1 января первые 4 района в Южном округе перейдут на работу по системе ЖЭКов. Там будут наниматься только россияне. То есть, ну, пока в музее так и будут ходить? А? Нелегалы как были, так и были? Нет, нелегалам тогда будет нечего здесь делать. Вот примерно так. Ведь принцип не в том, что мы их должны просто прогнать. Мы просто должны отказать им в работе. Подобные совещания, по словам власти, теперь станут ежедневными. От жителей ждут обращения. А те говорят, что поводов обратиться будет масса. Вот уже сейчас местные жители готовы назвать точные адреса так называемых резиновых квартир, а также магазинов и заведений, в которых работают нелегальные мигранты. Елена Астайна, Иван Рогачев, Евгений Зимин, РБК. Еще одна сейчас обстановка на месте погромов. Доброе утро, Елена. Вы знаете, мы сейчас подъехали, как раз вот и смотрим этот ресторан «Девичья башня». Вы знаете, он представляет себя ужасное зрелище. Полностью выбиты окна, валяются бутылки, окурки. Видно, что здесь было очень серьезное, какое-то ночное. Вообще не представляю, как это можно было бы назвать. Просто ужасно. На самом деле этот ресторан считался очень хорошим. И вот сейчас просто страшно на него смотреть. Но сейчас вот я хотел бы по поводу обстановки несколько слов сказать. Она достаточно спокойная. Ну, это такое напряженное спокойствие. И можно сказать, что здесь это достигается тем, что повсюду дежурят наряды милиции. Они следят за той обстановкой, которая происходит. Накануне здесь снова собирались люди. И вот в понедельник вечером пришло около 200 человек. Они разгромили, по сути, кафе «Девичья башня». Требовали управы, значит, решить вопрос с мигрантами, а также снять префекта Южного округа. Ну, добавлю, были задержания где-то 5 человек были доставлены в полицию. На месте, опять же, продолжать дежурить ОМОН. И вот сегодня опасаются вечернего матча России-Азербайджан. И полиция думает, что это могут быть прецеденты опять национальных конфликтов на этой почве. Вот, и опять же, Федерация мигрантов России рекомендует представителям национальных диаспор не покидать пределов квартиры, не пользоваться общественным транспортом, не надевать национальную одежду, дабы не провоцировать националистов. Ну, опять же, вот на месте будут работать сотрудники ОМОН. Они будут вести вахту. И по данным, около 5000 человек будет заниматься этим вопросом. Валентин, спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Валентин Балаш. А затем...